Значит, тема, которую я предлагаю сегодня рассмотреть, ну, тема вообще глубокая, поэтому понятно, что всю ее мы не будем рассматривать, но мы немножко поговорим о предопределении. Есть такой термин, богословский и библейский, предопределение, прямо так, одно слово, предопределение слов встречается в Библии, вот, и об этом термине есть очень много споров и несогласий между христианами, в основном есть две группы христиан, которые между собою не согласны касательно этого термина. Это так называемые кальпинисты и так называемые армяниане. Ну, мы немножко коснемся позиций этих групп, вот, и посмотрим, как этот термин, тем не менее, в Библии применяется, и какой из этих двух позиций этот термин, он ближе. Ну, обычно, когда говоришь людям о вот таком слове предопределение, то у них возникает такая стойкая ассоциация или убеждение, что этот термин предопределение, он обозначает, что вот Бог определил каждого человека, касательно каждого человека, какое-то свое решение, что вот Бог на этого человека посмотрел и решил, что этот человек спасется, этот человек будет верующим, он приведет со мной вечность на небесах. И, соответственно, Бог делает так, чтобы этот человек уверовал. А на другого человека Бог посмотрел и сказал, что нет, ну вот этот человек, вот я выбираю по каким-то непонятным своим критериям, что этот человек не будет мной спасен, и что этот человек приведет вечность в аду. Так обычно, ну вот, упрощен, конечно, упрощенное описание, ну вот так вот многие люди думают, что вот это вот есть значение терминов предопределения, терминов такого как предопределение или предназначение, и связано с этим термином вообще. На самом деле, все не так просто. Во-первых, все не так, а во-вторых, все не так просто. Давайте мы начнем с одного из нюблетких стихов, который как раз содержит слово предопределение. Этот стих находится в послании Кремлина, 8 глава, и это в стихи 29 и 30. Здесь есть несколько глаголов, которые все находятся в прошедшем времени. 29 и 30. Давайте прочитайте эти стихи, а вы обращайте на все эти глаголы, которые тут находятся в прошедшем времени. Итак, ибо кого он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дам он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот так вот, несколько глаголов здесь. Значит, давайте мы эти глаголы сейчас запишем. Запишем мы их не в порядке их появления, как они появляются здесь. А наоборот, мы начнем с последнего глагола, и я объясню почему. Значит, какой у нас последний глагол? Глагол это? Прославил. Какой у нас предпоследний, предшествующий ему? Так? Доправдал. Какой еще следующий, предшествующий ему? Призвал. Какой предшествующий ему? Медопределил. Медопределил. И какой предшествующий ему? Предузнал. Вот пять глаголов, которые тут встречаются. Вот этих пяти глаголов мы поговорим. Значит, почему я начинаю с конца? Потому что тут нам надо понять логику еврейской мысли. Хотя это было написано на греческом языке, но автор еврей. И греческая мысль, она идет по восходящей, в то время как еврейская мысль идет по нисходящей. То есть, греческая мысль идет от А до Б, и С, и так далее, и так далее, где она должна привести к какому-то логическому выводу в конце. Еврейская мысль, наоборот, она говорит какой-то логический вывод сначала, а потом она его обосновывает последующими объяснениями. Понятно, да? Соответственно, мы попробуем нашим, русским умом, понять эти фразы, начиная с конца. Не по-еройски, начиная с конца. Прославим, да? Тут сказано, что Бог определенных людей прославил. И мы понимаем, ну, если он часть людей прославил, а другую часть людей он не прославил. Ну, это имеется в виду те, которые спасены, в которых уже спасение состоялось, да? Значит, есть люди, которых Бог прославил, и есть люди, которых Бог не прославил. Есть люди, которые проведут вечность на небесах, и есть люди, которые проведут вечность в воду. Не говоря о тех, которые проведут воду, поговорим о тех, кого Бог прославил. Кого Он прославил? Каких людей Он прославил? Тех, кого Он перед этим оправдал. То есть, если человек оправдан, то он будет и прославлен. Отлично. Но есть люди, которых Бог оправдал, и есть люди, которых Бог не оправдал. Верно же? Те, которых Бог оправдал, соответственно, они будут на небесах, они же являются прославленными. Те, которых Бог не оправдал, соответственно, они и не будут на небесах, потому что они отправляются в ад. А кого Бог оправдал? Тех, которые будут на небесах. Кого Он оправдал? Тех, кого Он призвал. И вот тут начинается небольшая заковыка. Понимаете, в английском языке и в некоторых других языках сложно передать время этого глагола. Объясняю. Какая разница между призвал и призывал в русском языке? Призвал и призывал. Призывает это настоящее, до сих пор призываю, а призвал это уже... Нет, призывал, Бог призывал это прошедшее. Призывал, а призывал это... Призвал это совершенную вину, а призывал. Вот смотрите, вот сразу, вот смотрите, из тех, кого Бог оправдал, Он их всех призывал, кого Бог оправдал? Да. Он их призывал, верно? Да. А те, кого Бог не оправдал, кто не уверовали и пошли в ад, вопрос, Он их призывал? Да. Он их призывал. Вопрос, он их призвал? Нет. Он их не призвал. Смотрите, но он-то их призывал. Он призывал, но не призвал. Видите разницу? Призывал, но не призвал. Вот сторонники кальвинизма говорят, что Бог призывает только тех, которые благодаря этому уверуют, кто предопределены. Он только их от них призывает, и поэтому они уверены, они будут спасены. На самом деле это не так. Мы знаем из Библии, из других мест, что Бог вообще призывает всех. Есть куча мест в Библии, которые в этом говорят, что, например, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Слово Божие, оно в принципе призывает всех тоже к покаянию. Наша проповедь обращена ко всему миру к покаянию. Итак, Иисус говорит, идите по всему миру и что? Проповедуйте Евангелие всякой твари, всему творению проповедуйте. Не только избранным, мы должны проповедовать всем. Ну понятно, зачем мы проповедуем тем, которые спасутся, чтобы они спаслись. Да? Но зачем проповедовать тем, которые не спасутся? Чтобы они тоже слышали призыв. Понимаете? То есть, на самом деле, Бог-то призывал всех, но не всех призвал. Затем идет это вот предопределил. Получается, смотрите, кого Бог присвал, то есть в ком это призвание состоялось. Оно состоялось в тех, кого Бог предопределил. Вот тут как раз и начинается вторая сложность. Что такое предопределил? Предопределил состоит из двух слов. Пред и определить. То есть, определить заранее. Определить до того, как что-то произойдет. И это слово здесь может иметь два смысла на самом деле. Вот только один из этих смыслов берут и пользуются им кальвинистам. И мы поговорим чуть-чуть позже об этих смыслах. Но сначала мы разберем последний, оставшийся глагол. Предузнал. Вот тут вообще все начинается шикарно. Смотрите. Вопрос. Бог до того, как Он сотворил мир. Я верю, что вот Бог предузнал абсолютно всех людей, которые будут на земле. Бог предузнал как тех, кто будет спасен, так и тех, кто не будет спасен. Бог предузнал тех, которые попадут на небеса, и тех, которые не попадут на небеса. Или вы думаете, что Бог предузнал только тех, которые уверуют? Вообще, Бог знает все. Я объясняю сейчас. Корисы дойдут до конца, может быть, этого вопроса не будет. Смотрите. Бог предузнал абсолютно всех. Бог предузнал не только людей, которые родятся, но предузнал события их жизни. Бог предузнал решение их. Еще нету слова моего на языке, ты уже знаешь его совершенно, говорит псалмопевец. Псалмопевец, все дни жизни моей записаны в книге твоей, говорит псалмопевец еще до того, как он умер. Говорит о всех днях жизни своей. Он говорит, что ты предузнал меня от сотворения, еще до сотворения. Бог уже всех нас абсолютно предузнал. Понимаете? На самом деле Бог предузнал абсолютно всех людей. И те, которые уверуют, и те, которые не уверуют. Так вот, утверждать, что Бог только предопределил, а вот взял и сказал так. Вот этих вот я определяю на спасение, а этих вот я не определяю на спасение. Это разно значит тому, чтобы сказать, что Бог заранее предузнал на самом деле только тех, кто уверует. Понимаете? Потому что вот логически получается так. Кого Бог предузнал, тех и предопределил. А кого он не предузнал, то есть о каком он понятия не имел, тех он не определил на спасение. Получается так, если речь идет об этом. На самом деле вопрос, что Бог предузнал о людях? Что он об их предузнал? Потому что они все греха падут. Я думаю, что Бог, здесь имеется в виду, Бог предузнал тех, кто уверует в Него. Вот и все. Бог просто, зная всех людей, абсолютно всех людей, Бог знает о каждом из них. Кто из них уверует, а кто из них не уверует. Бог не просто предузнал человеку, что человек такой будет, как это может показаться из этого текста. Бог предузнал, что этот человек будет, значит он будет спасен. А вот этого я не предузнал заранее, вообще ничего не знаю, значит он будет не спасен. Нет. Бог предузнал нечто конкретное о каждом человеке. Заранее еще, до того, как еще все люди были сотворены, до того, как вся вселенная еще была запущена Богом, Бог уже о каждом человеке предузнал. Он предузнал, какой из этих людей может уверовать при определенном стечении обстоятельств. И какой из этих людей никогда не уверует, каким бы стечении обстоятельств не было. Понимаете? Бог предузнал это абсолютно о каждом человеке. Поэтому, когда говорится, кого он предузнал, тех и предопределил, на самом деле, это должно звучать так. Кого он предузнал, в кавычках, что они спасутся, в скобочках, что они спасутся. Тех и предопределил, чтобы они спаслись. Понимаете? Речь-то в контексте идет о спасении. Поэтому не просто, кого Бог предузнал, что они будут существовать, тех и предупредил, как спасение. Нет. Кого Бог предузнал, что они уверуют когда-либо, тех Бог и предопределил ко спасению. Итак, смотрите. Давайте попробуем это схематически изобразить. Вот начало жизни человека, и вот линия его жизни. Вот это вот конечная точка, где жизнь его закончится. Вот тут жизнь началась, вот тут она закончится. И вот Бог предузнал всю жизнь этого человека. Представим себе, что Бог никогда, ни разу не вмешается в жизнь этого человека. Эта линия представляет вообще любого человека. Чем закончится жизнь каждого человека вот здесь вот? Чем она закончится? Кто? Ну а после смерти что было? Если он не вмешался ни разу. Вот я говорю еще раз, представьте. Вот это вот жизнь человека, просто жизнь человека. Если Бог спустил мир и оставил его на самотек, чтобы все само происходило с собой. И Бог знает жизнь каждого человека. Так вот, эта линия представляет жизнь каждого человека. Чем закончится в итоге жизнь каждого человека? Он будет судим по делам. Там в Библии такое написано. И что его дела покажут? Кто не слышал Иван, не согласен судим по делам. Кто виновен. Соответственно, он пойдет в ад. Концовкой жизни любого человека, абсолютно любого человека, всегда было и будет ад, если только не произойдет сверхъестественного вмешательства. Какого именно? Вот об этом поговорим. Видя, что каждый человек, сам по себе, будучи предоставленным сам себе, в итоге окажется в аду. Бог абсолютно знает об этом. Библия об этом говорит. Все согрешили. Все лишены слабо Божьей. Никто не ищет Бога. Когда написано в Библии, никто не ищет Бога, это означает что? Никто не ищет Бога. Каждый человек, предоставленный сам себе, вот если бы Бог просто взял бы и отказался бы от любого участия в земных делах, любой человек, и каждый человек, даже самый лучший из нас, всегда бы бы кончили жизнь свою в аду, и никто бы из нас никогда бы не искал Господа. Понимаете? Насколько мы греховны. Первородный грех, совершенные грехи, общая греховность человека и человечества, все это умножается, умножается, умножается в жизни, отвращая человека все больше и больше от Бога. Человек и так-то не был повернут. А все грехи только возбегают все выше и выше преграды между человеком и Богом. Понимаете? Понимаете, да? То есть мы настолько греховны. Мы погибшие, мы пропащие, мы мертвые, говорит Библия. Человек сам своими усилиями не может спастись. Никто никогда, даже самые лучшие из нас, ни при каких условиях мы не будем искать Бога сами по себе. Этого просто не произойдет. Потому что мы эгоистичны, и наши главные враги это кто? Бог. Это наш главный враг. Мы находимся в бунте. Следующий главный враг человека, это я сам говорится, да? Но первый главный враг человека это Бог. Мы находимся в бунте против Бога с момента зачатия еще. Как только мы были зачаты в утробе матери нашей, мы находимся в бунте против Бога. Поэтому мы погибшие. И Бог предузнал это о каждом из нас. Что мы закончим свою жизнь в аду. И проведем вечность в аду без Бога. Но Бога этот расклад не устраивает. И поэтому еще до сотворения Бог видит все возможные варианты развития событий. Положим. Бог знает, что если вот в этой точке Он вмешается в нашу жизнь. Наша жизнь пойдет немножко другим путем. Но итогом все равно, допустим, будет аут. Производит этого вмешательства. И, допустим, в этой точке Бог вмешается. И пойдет другим путем в жизни. И опять будет аут. Опять, верхняя линия это то, что если Бог никогда не вмешается вообще. Положим, если Бог в этой точке вмешается, потом в этой точке вмешается, то опять результатом это будет все-таки аут. Но вот если вот в этой точке вот Бог вмешается, то может произойти вот такое отклонение, другое развитие событий, и результатом этого может быть рай. И таких вариантов, конечно, огромное множество. Как Бог может вмешаться в жизнь человека. Так вот, вопрос. Смотрите. Если Бог находит человека, ну, заранее предузнал человека, и заранее предузнал, что среди множества, среди миллиона разных вариантов, которые могут произойти в его жизни, вот один из них приведет в рай. Вопрос. Какой из этих вариантов Бог выберет? Чтобы рай пришел. Только тот, который приведет человека в рай. Не приведет, вернет. Ну, вернуть это... Не в тот рай, понимаешь? Мы не собираемся вернуться в рай, который был на земле. Земной рай. Поэтому, как бы, вернет не совсем то слово. Вот так вот, смотрите, неважно. Если же, однако, Бог посмотрел все варианты в жизни человека, и ни один из них не приводит к раю. Нет такого варианта, при котором человек уверовал бы. То есть, вот, даже если Бог перед ним там появится лично, и там спляшет, и споет ему, и там еще что-то сделает ему, и человек все равно при этом не уверует в Бога, все равно будет продолжать отвергать, отрицать Бога. Понимаете, такие бывают? О, да, такие бывают, даже еще хуже бывают. Ну, конечно. Так вот, смотрите, то есть, в этом случае Бог предузнал, что человек ни при каких обстоятельствах не уверует. Бог это все приузнал. И так, Бог предузнал людей, которые, как Бог не вмешивайся, они не уверуют. И даже, если Бог не будет вмешиваться, они тоже не уверуют, точно так же, как если Бог будет вмешиваться, и не вмешиваться, и результат будет один и тот же, они никогда не уверуют. И Бог предузнал тех, что если Бог тут вмешивается, тут вмешивается, тут вмешивается, тут подкорректирует, то человек может уверовать в конце концов. Понимаете? В результате этих божественного вмешательства. И теперь у Бога стоит выбор, принять это или нет. Потому что, смотрите, Вселенную Он еще не запустил, Он только еще готовится ее запустить, Он предузнал заранее то, что будет, если Он Вселенную запустит. Понимаете? Вселенной еще нет. Бог только предузнал то, что может быть, если Он запустит Вселенную, так как Он задумал запустить Вселенную. И теперь у Бога выбор. Запускать Вселенную или нет? Потому что Он понимает, если я Вселенную запущу, то получается, что я зафиксирую мое предузнание касательно этих людей и зафиксирую мой выбор относительно этих людей. Пока их нет, я не могу сделать выбор в отношении них. Но как только они будут, моя любовь заставит меня сделать выбор по отношению к каждому, кто может хоть чуть-чуть отдаленно уверовать, чтобы они уверовали и спаслись. Понимаете, да? И Бог принимает решение. Он говорит, да, я запускаю Вселенную, Вселенная состоится. И все люди, которых я предузнал, что они уверуют. Они уверуют в конце, потому что я совершил ряд действий, которыми я вмешаюсь в их жизнь, чтобы они в конце концов уверовали. Понимаете, да? То есть смотрите, что-то вот тут вот и начинается термин предопределение. Предопределение буквально означает следующее. Бог сказал да всем тем, кого я предузнал, что они уверуют. И раз я предузнал, что они уверуют, хотя их еще нету, но я их сотворю, и в итоге они уверуют. Понимаете? То есть предопределение не означает, что Бог просто так, так. Я думаю, что ну вот это вот я вот, он спасется, а вот это вот не спасется. Соответственно, раз я его вырвал, чтобы он спасся, я сделаю, чтобы он спасся. А этого, раз я выбрал, чтобы он не спасся, я сделаю, чтобы он не спасся. Или не сделаю, чтобы он спасся. Нет. Все как раз наоборот. В отношении спасенных Бог говорит, поскольку я знаю, что я могу сделать для него, чтобы он спасся, то я и выбираю его, чтобы он спасся. Понимаете? Все наоборот. Не так, что я выбираю, чтобы он спасся, и я сделаю, чтобы он спасся. А с точностью да наоборот. Я знаю, что я могу сделать, чтобы он спасся, и поэтому я выбираю, чтобы он спасся. Поменяйте это местами. Просто поменяйте это местами, и тогда все становится сразу понятнее. Итак, смотрите. Раз Бог их предузнал, затем Бог их предопределил на основании предузнания о том, что они умерли. Затем Бог их призвал, они оказались теми призванными из тех, кого Бог звал. Звал всех, не все призвались. Соответственно, как только они призвались Бога, их оправдали через Иисуса Христа, и когда Он их оправдал, то Он уже их проставляет, и они имеют вечность на небесах вместе с Богом. Понимаете, да? То есть, давайте попытаемся теперь это суммировать. Значит, смотрите. Всего можно таким образом определить в четыре группы людей. Все человечество делится, грубо говоря, на четыре группы людей в отношении предопределения. Первая группа людей – это те люди, которых Бог предузнал, что они никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, ни за что не уверуют в Него. Что бы Бог ни делал в отношении их. Они в Него никогда не уверуют. Все, Бог предузнал. Вопрос. Имеет ли Бог какие-то моральные обязательства перед ними? Нет. Он не имеет перед ними обязательств. Может Бог их спасти, если Он предузнал, что они не спасутся? Не может. Потому что тогда это пошло вразрез с тем, что Бог предузнал. То есть, смотрите, Бог предузнал, что этот человек не спасется. Но Бог говорит, а я все равно сделаю, чтобы он спасся. То есть, тогда у Бога получается какое знание? Неправильное знание. То есть, а все-таки ты Его спас. Как же тогда ты Его предузнал, что Он не спасется? Понимаете? Ты не мог Его предузнать, что Он не спасется, если в итоге ты потом все равно Его спасаешь. Соответственно, Бог не может спасти человека, который никогда не умирает в Него. И Бог не имеет перед Ним никаких обязательств. Вопрос. Бог имеет право вмешиваться в жизнь этого человека? Периодически. Если захочет. Имеет. Имеет. Конечно, Он имеет. Вопрос. Бог будет вмешиваться в жизнь этого человека? Нет, нет. А мне кажется, он будет. Он все равно все. Послиться. Может быть будет, а может быть и не будет. В жизнь одного человека из этой категории Он может вмешиваться, когда захочет. А в жизнь другого из этой категории, возможно, Он никогда не будет вмешиваться. Возможно, ему это не нужно. Тогда вопрос. В каких случаях Он будет вмешиваться в жизнь этого человека, который никогда в Него не уверует? В тех случаях, когда жизнь этого человека пересекается с жизнями других людей. Вот тогда Бог может вмешиваться в жизнь этого человека. Вопрос. Будет Бог этого человека призывать? Бог будет его призывать все равно. Но, да, Бог знает, что Он не будет призванным, однако, тем не менее, смотри, Бог будет его призывать. Знаешь почему? Потому что Бог будет его любить все равно. Несмотря на то, что этот человек, Бог знает о нем, что этот человек никогда не уверует, Бог все равно будет его любить, потому что Он Отец, и Он любит всех своих чад, даже погибших. Вот это вот очень важно знать. И поскольку это так, то Он дает всем абсолютно равные условия. Потому что иначе на суде этот человек сказал бы, Бог, но зная, что я никогда не уверую, Ты меня и не призывал. А если бы, может быть, Ты меня призывал, то я бы и уверовал. Но человека не будет этого шанса? Бог скажет, смотри, нет, подожди. Я знал, что Ты не призовешься, однако я призывал Тебя. Ты встречал христиан, Тебя приглашали в церковь, Ты слышал Евангелие по радио, Тебе передавали буклет. То есть, это было с Тобой. Все это было в отношении Тебя, но Ты не уверовал, при любом раскладе Ты не уверовал, вот и все. То есть, все те же самые шансы, которые давались другим людям, были даны и Тебе. И никакой разницы нету, поэтому, между Тобой и другими людьми. Так, там вопрос был или что? Да, у меня был вопрос. Давай в конце. А, в конце, хорошо. Далее. Вторая группа людей. Вторая группа людей. Это люди, о которых Бог знает, что они уверуют в Него. И Он знает, что они будут верны Ему до конца. При, несмотря ни на какие страдания, несмотря ни на какие искушения, они имеют достаточно духовную силу, и если Бог поможет им уверовать, то дальше уже они будут верны Ему, они будут принадлежать Ему. Представим себе эту группу людей. То есть, смотрите, эта группа людей, сами по себе, они бы никогда не уверовали в Господа. Но Бог знает, что есть вариант, при котором они уверуют, и Бог готов исполнить этот вариант. Но Бог также знает, что как только они уверуют, они будут верны Господу и верны Ему до самой своей смерти, несмотря ни на какие испытания, страдания, препятствия и прочее, прочее. Все, что может выпасть им вопрос. Будет ли Бог в таком случае, зная таких людей, нужно ли вообще Богу избавлять таких людей от страданий? Есть еще и другая сторона. Мы будем проходить, чем страдать. Если Бог знает, что мы выдержим эти страдания, и эти страдания принесут Ему большую славу, наоборот, то Бог вполне может нам допустить, не посылать, допустить, чтобы эти страдания в нашей жизни произошли. Богу не обязательно посылать в нашу жизнь страдания, потому что страдания в нашей жизни, если мы верим во Христа, могут произойти просто потому, что есть тот, кто ненавидит Бога, и, соответственно, будет ненавидеть нас. Вот и все. Понятно? То есть, Бог позволит этим страданиям в нашей жизни произойти, потому что Бог знает, что все равно мы уверуем. Уверовавши, мы сохраним веру, мы выстоим до конца. Все страдания, все препятствия, все мучения и прочее, прочее. И мы видели это в жизнях, вот в истории, в жизнях очень многих верующих, святых, божих, которых там изжигали на кострах, и все. И такие страдания не претерпевали, там, руки-ноги им колесовали, отрезали, там, и прочее, прочее. И они все равно, несмотря на страдания, они страдали, они кричали, вот они мучились, но они сохраняли веру до конца. И умерли в вере, и сейчас они там, венец у них, там, все хорошо у них. Это вторая группа людей. Третья категория людей, третья часть людей, это люди, о которых Бог предуснал, что... Это люди, о которых Бог предуснал, что они уверуют в Него. Если Он поможет им, если Бог в нужный момент поставит палец, подтолкнется за какие-то события, то они уверуют в Него. Но Бог знает о них, что они не так крепи, как вторая категория. Бог знает об этих людях, что если на них будет чрезмерное давление, чрезмерная боль, страдания, испытания, то под давлением этой невыносимой боли эти люди могут сдаться и отречься. Вопрос. Будет Бог защищать таких людей, чтобы с ними такое не произошло? Будет. Я уверен, что Бог обязательно будет таких людей защищать. И Бог сохранит веру этих людей. И Библия говорит об этом. Вы знаете подобные места, да, что Бог не даст нам испытания чрезмерного сверхсилы, да, но в любом испытании Он даст и выход. Вопрос. Это слово относится ко всем вообще верующим или только к этой группе людей? Многие думают, что это ко всем. На самом деле я считаю, что это слово относится только к тем, о ком Бог знает, что они могут не выдержать испытания. Они могут не выдержать боли. И под давлением боли из-за страданий они могут уступить своим мучителям и отречься от своей веры из-за этих страданий. Понимаете? И поэтому я уверен, что для таких людей, как раз для таких людей, Бог не позволит им быть искушаемыми сверхсилами. Чтобы не допустить, чтобы они отвергли Бога. Не допустить, чтобы они отреклись от Бога в силу этих страданий. То есть в отношении этих людей действительно действует принцип, что Бог сохранит в них веру. Бог сделает определенные действия, определенные усилия. Что-то такое произведет для того, чтобы в этих людях сохранить веру. Почему опять-таки? Потому что, во-первых, Бог предузнал, что они уверуют в Него. Высвозите одного из вариантов. Он дал ему варианту исполниться, и затем он поддерживает этот вариант. Понимаете, да? Это третья категория людей. Третья часть людей. И четвертая часть людей. Вот тут немножко тоже интересно. Смотрите. Бог также предузнал тех людей, которые уверуют в Него. Если им, Бог точно так же поможет, как другим людям. Создаст определенные ситуации в жизни, которые обратят этих людей к Богу. Бог предузнал этих людей, что они уверуют в Него. Но Бог также предузнал, что, побыв какое-то время верующими, эти люди могут соблазниться грехом. И отпасть от Него. Смотрите. Тут разница между третьей категорией и вот этой вот. Третья категория. Это люди могут отречься от Христа из-за невыносимых страданий. И поэтому Бог избавит это. Может защитить их от этих невыносимых страданий, чтобы они от Христа не отвергли. Чтобы они были спасены в итоге. Но четвертое отличается. Тут речь не идет о страданиях. Тут речь идет об искушении грехом. Бог знает таких людей, что они могут обольститься грехом и впасть в грех. И в силу этого греха они могут отойти от Спасителя, отвергнуть Его, перестать быть христианами. Вопрос. Бог обязан сохранять веру таких людей или нет? Нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что вот эти люди отличаются от третьей категории. В данном случае Бог не обязан искусственно поддерживать в них веру только ради того, чтобы они попали на небеса. Потому что если это люди, которые хотят соблазниться грехом, то они потом будут выставлять претензию Богу. Почему ты нам не дал? Почему ты не дал нам попробовать вот это вот? Ну, потому что если бы я дал вам это попробовать, то вы бы потом впали в этот грех окончательно, и отвергли бы меня в итоге, и не оказались бы на небесах. Откуда ты знаешь Бог? Может быть, это и не было бы так, но почему ты не дал мне попробовать? Понимаете? То есть такие люди всегда могут найти какую-то претензию. Поэтому я считаю, что вот как раз в отношении этих людей правила или высказывания спасен раз, спасен навеки не действуют вообще. То есть мы говорим о людях, которые временно верующие. Некоторые люди отвергают саму такую возможность. Они говорят, невозможно быть временно верующим. Я думаю, что временно верующим быть вполне возможно. Невозможно быть чуть-чуть верующим. Это я согласен. Либо ты веруешь, либо нет. Можно быть чуть-чуть беременным женщиной. Бывает такое? Я чуть-чуть беременна. Бывает. Не бывает. Не бывает. Подозрение. Хоть первый день, хоть девятый месяц, это одинаковая беременность. Живот больше, а беременность одинаковая. Женщина беременная что в первый день? Что на девятом месяце? Это все одно и то же. Это беременность. Невозможно быть чуть-чуть беременным. Либо ты полностью беременный. Беременна я, скорее, да? Либо ты не беременна я вообще. Понимаете? Вот так же невозможно быть чуть-чуть христианином. Однако это возможно временно иметь беременность. И потом беременность прекратилась. Верно же? В силу разных факторов. Такое бывает, к сожалению. Вот то же самое и в христианстве. Многие люди говорят, некоторые люди спорят со мной, они говорят, нет, если человек спасен, то невозможно потерять спасение. Понимаете, люди, многие не понимают значение вообще термина вечная жизнь. Многие люди думают, что когда мы уверовали в Бога, то Бог взял, это, знаете, как батарейку внутрь нас ставил, как в фонарик батарейка вставляется. Батарейка на ней написана. Вечная жизнь. Вот внутри тебя теперь батарейка и вечная жизнь. И куда бы ты ни пошел, внутри тебя вечная жизнь. На самом деле это вовсе не так. Я бы уподобил это с другим совершенным объектом. Возьмем, например, электрический чайник. У электрического чайника вот есть сам конкретно чайник, есть провод, в чайнике есть вода. И вот вы хотите, чтобы в чайнике вода вскипятилась. Вы хотите воду нагреть на чайнике. Что вам нужно для этого? Чайник. Электричество. Все это есть. У вас чайник есть, напивательный. Вам надо электричество, вам нужна розетка. То есть у вас есть провод, вы находите розетку, вы вставили провод в розетку, что происходит? О, у меня в чайнике появилось электричество. Оно есть в чайнике, верно? Есть. Теперь, раз у меня в чайнике есть электричество, я могу выдернуть провод и пойти куда-нибудь, потому что электричество уже все равно есть в чайнике, верно? Уже нет. Так вот, аргумент, что человек может, раз уверовав, значит, он получает вечную жизнь внутри себя, и он с этой жизнью, она никогда его из него не уйдет, вот он похож на мнение тех людей, которые думают, что раз в чайнике появилось электричество, то я могу выдернуть провод и пойти куда угодно, и электричество останется в чайнике. Нет, послушайте, Библия говорит, это 1 Иоанна 5 глава, там сказано так, мы имеем жизнь вечную, и жизнь это где? В сыне его. Вопрос, где жизнь? Она в сыне. Где электричество? Оно в розетке. Только пока провод подключен в розетку, чайник имеет электричество. Но электричество откуда приходит в него? Оно приходит из розетки. То же самое с нами. Наш провод, который мы соединяемся с Богом, называется вера. Перемкни этот провод, и что? Вечная жизнь не поступает внутрь нас? Все. Ты выдернулся, ты отключился от Иисуса, потому что, о, я уже получил вечную жизнь, я могу уже и нормально... Нет, это не будет так. Мы имеем вечную жизнь только пока мы постоянно подключены к Иисусу. Понимаете? Соответственно, еще раз, если Бог, вот четвертая категория людей, если Бог знает людей, которые уверуют в Него, как в Библии говорится, временем веруют, а временем что? Не веруют. Если Бог попадают, да? То Бог, зная такое положение дела, Бог на самом деле не имеет никаких обязательств перед этими людьми, чтобы искусственно сохранять, искусственно поддерживать в них веру. Почему? Потому что Бог не благоволит глупым. Понимаете? Если человек, если человек готов променять спасение на грех, то это глупый человек, это безумный человек, Бог не благоволит глупым. Соответственно, Бог не имеет обязательств перед такими людьми сохранять в них веру. Но в отношении второй категории и третьей категории, Бог будет, Бог имеет обязательства перед ними. Понимаете? То есть, с первой категории все просто. Это люди, которые никогда не уверуют. Тут мы понимаем это, да? Со второй категории тоже достаточно просто, говорим мы. Это люди, которые уверуют и будут верны Ему до конца. Ну, в принципе, все бы хотели принадлежать такой категории. На самом деле, большинство из нас принадлежит, скорее всего, третьей категории. Потому что мы слабы. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог защищал нас. Я не говорю, что мы нуждаемся в том, чтобы Бог поддерживал нашу веру. Нет. Бог не собирается поддерживать нашу веру искусственно. Наша вера – наша ответственность. Но Бог способен и может нашу веру защищать. Понимаете? Но вот четвертая категория – это то положение, в котором я не хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь из нас оказался, хоть и так далее. Отвергнуть Бога ради грехов и думать, что Бог тебя все равно спасет. Это самый страшный самообман. Я очень часто, к сожалению, встречаю этот самообман в христианской церкви. Не так давно, не так давно хоронили одного человека. В детстве он ходил в церковь. В детстве он покаялся. Я не знаю, может быть, он и без кавычек покаялся. Может быть, по-стоящему покаялся. Но потом, уже будучи молодым человеком, в возрасте примерно лет 23-25, уже не помню точно, он отошел от Бога и перестал в собрания ходить, и перестал, конечно, и Библию читать, и начал вести разгольный образ жизни. Вино пива по папиросы. То есть все у него там было. И в конце концов он умирает. Порядка ему 32-х, может быть, лет было, когда он умирает. И, ну, как это делается в Америке, конечно, в церкви нужно определенную службу провести по этому поводу, да? И вот люди выходят, перед ними лежит расклад жизни самого настоящего нераскаянного грешника, умершего во грехе, в аварии, мгновенной смертью. Который вообще все своей жизнью, ну, короче, все пропил, все пробазарил, все-все-все, вот перед ними лежит. И люди пытаются, говорящие, выступающие над его гробом, они пытаются дать ложную надежду всем и всей остальной аудитории, говоря, но вот зато он когда-то принимал Христа. И, соответственно, вот он, типа, ну, спасен раз, спасен навеки. Вот он когда-то принимал Христа, и вот теперь, благодаря этому, значит, несмотря на... Вы не смотрите на то, как он жил вообще все потом, да? Главное, что когда-то, в детстве он Христа принимал, и теперь, соответственно, вот, слава Богу, он на небесах. Зачем обманываться? Это явно человек, который принадлежит к этой четвертой категории. Когда-то принял, временем веровал, потом что? Опал. Так вот, эти четыре категории частично можно усмотреть в притче о сеятеле и почве. Да? Там несколько типов почвы. Так вот, два из этих типов почвы как раз представляют вот таких вот людей. Людей четвертой категории. Они как раз представляют таких людей. Так вот, смотрите, опять. Что общее между второй, третьей и четвертой категориями людей? И что их отличает от первой категории? Первая категория. При любом раскладе Бог знает, что как бы он не вмешивался в жизнь человека, человек не уверует. Все. Это кончено. Но вот эти вот три остальные категории, они их объединяют одно и то же. Что Бог, зная, что человек уверует, даже зная тех, которые уверуют временно, Бог, тем не менее, решил совершить определенное вмешательство в жизнь этого человека. Вопрос. Тут некоторые люди начинают мучиться. Они говорят, ага, значит, все-таки Бог предопределяет все шаги этого человека. А я не сказал все шаги. Я вообще не говорю, что Бог пределит все шаги. Зачастую, на самом деле, Богу достаточно вмешаться в жизнь человека два, три, четыре раза. И все остальное время человек может жить сам по себе. Как обычно, все у него в жизни идет самотеком. В некоторых моментах Бог вмешивается. Но в мусульманстве есть такое понятие, иншаллах. Оно подразумевает, что все абсолютные действия человека продиктованы высшей силой. Вот я подошел, руку тебе пожал, иншаллах. Это Аллах побудил меня. Я подошел, Роберту Плюху заехал, иншаллах. Это воля Аллаха была. То есть абсолютно все слова, абсолютно все действия человека, они продиктованы какой-то высшей силой, которая направляет его эти действия. И вот здесь позиции мусульман и кальвинистов сходятся. Потому что кальвинисты веруют в то же самое. Они говорят, что абсолютно все действия и все слова человека продиктованы высшей силой. И ни одного слова или действия человека нет, у которого не было бы такой силы продиктовано. Если кальвинистам открыть учение мусульман по этому поводу, они очень сильно удивятся, что у нас есть родственников. Но они этого не понимают. Так вот, смотрите, на самом деле армянианская позиция, она учит, что Богу совершенно нет необходимости вмешиваться в каждый момент или диктовать каждый момент в жизни человека. Нет необходимости. Бог вмешивается в ключевые моменты жизни человека, в нужные моменты, в те моменты, которые Бог сам считает нужным, оставляя остальные моменты жизни человека, происходить сами по себе, как они могли бы произойти при нормальном течении событий. Понимаете? Например, Вот нормальное течение событий. Бог не вмешивался вообще, да? Но вот тут вот Бог вмешался, решил, нет, мне не нравится такое нормальное течение событий, и Бог сделал небольшое отклонение. Какое-то событие в жизни произошло. Трамвай ногу отрезал, человек начал задумываться о Боге. Там или в лотерею выигрывал, начал задумываться о Боге, или еще, а все предпочитают лотерею, понятно? Окей. На войну попал. На войну попал, да. Там еще катаклизма какая-нибудь, там какая-нибудь очередная Сабрина прилетела, или как она там-то? Ураган. Нет, как... Ураган. Ураган, да. Сабрина. Ну, Ирма сейчас же. Да. Катастрофу попал. То есть что-то такое произошло, что побуждает человека, да. Теперь смотрите, Бог только один разок толкнул через это событие, чтобы оно, возможно, чтобы оно произошло, чтобы человек попал в это событие. И дальше линия идет, это естественное движение вещей после этого события, вот и все. То есть, вот катится камень, да, у него есть определенное направление, по которому он катится. Вы один раз толкнули пальцем, и что? Изменялось на направлении. Камень чуть-чуть отклонился, а потом обратно вернулся на то же направление и покатился по нему, верно? Нет. Нет, конечно. Камень покатился в другом направлении. Он катится в другом направлении. Означает ли это, что все это время вы бежите рядом с ним и держите палец, чтобы он туда катился? Этого не происходит. Вы один раз толкнули, и он дальше покатился. То же самое с Богом. Бог один раз где-то что-то подтолкнул, и жизнь ваша потекла в другом направлении, само по себе. Бог смотрит, и жизнь ваша катится. И потом Бог говорит, нет. Говорит он. Вот начиная с этого момента, мне не нравится, что твоя жизнь катится. Я подтолкнул. Он подтолкнул в другом направлении. И дальше, вот эта линия уже становится естественным движением событий. Вот эта линия уже становится естественным развитием событий. И она будет длиться так, до какого момента? До смерти. Пока Бог не скажет, а я еще раз мешаюсь. Потому что мне не нравится то, что потом дальше произойдет. И я подтолкну теперь сюда, чтобы оно катилось сюда. То есть, из всех вариантов Бог выбирает самые лучшие, выбирает каждый вариант. Он выбирает только самые лучшие. И поэтому любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А почему все содействует ко благу? Потому что Бог все определяет. Нет, потому что Бог определяет главное. Бог только в главных ключевых моментах вмешивается в жизнь человека. И у человека может быть в жизни таких моментов два. А может быть миллион. Все по-разному может быть. В моей жизни было множество таких моментов, когда Бог вмешивался. И я знаю, что если бы Он не вмешивался, я бы, а, погиб, б, совратился бы вообще окончательно, стал бы каким-нибудь там Гитлером, Чикатило и там еще кем-нибудь, если бы только Бог не вмешался, если бы Бог не удержал. Я стал бы, может быть, знаменитейшим террористом какими-нибудь в мире, убийцей там, гомосексуалистом и прочее, прочее. Я мог бы стать кем угодно, потому что у меня все наклонности были ко всякому греху. Поэтому я мог бы стать каким угодно злодеем, серьезным. И только благодаря тому, что Бог в определенные моменты жизни вмешивался, влиял, подсказывал, или даже запрещал, ставил блок, и чтобы моя жизнь летелась в другом направлении, благодаря этому я сегодня здесь живой и верующий. Понимаете? Но это не диктовало каждое абсолютно движение моей жизни. Бог диктует мне, например, когда мне ходить в туалет. Хотя, возможно, Он может и это сделать. Но понимаете, да? То есть, либо Бог диктует все, либо Бог не диктует ничего, либо Бог диктует что-то избраное, но самое лучшее. Понимаете? Так вот, я не верю в аншалат. Я не верю, что Бог абсолютно каждое движение, каждое дыхание, мое регламентирует, установил, где у меня сердце будет биться быстрее, где оно будет биться медленнее. Но! Он все эти случаи знал заранее. До того, как они еще произошли. Бог знал, где мое сердце будет биться медленнее, Бог знал, где мое сердце будет биться быстрее. Например, машина. Вот пример. Вы сели за руль вашей машины. Открыли дверь, сели за руль. Вы заводите двигатель. Двигатель завез. Вы в курсе, что происходит в двигателе, хотя бы отдаленно, чтобы он работал? Ну, мужчины, скорее всего, в курсе. Несколько, несколько самых разных механизмов и агрегатов, самых разных, работающих в разных режимах, заставляют машину делать одно какое-то вот нужное действие, которое нам нужно, чтобы она ехала. Допустим, там 4 цилиндра, 8 клапанов. Вопрос. Вы завели машину. Вы контролируете, заведя машину, вы контролируете движение, ход работы каждого из этих цилиндров и каждого из этих клапанов? Нет. Нет, они двигаются сами. Понимаете? Они двигаются сами. Вы только повели, оно завело, запустилось. Бог только запустил Вселенную, дальше Вселенная способна двигаться сама. Но вот что вы контролируете. Вы контролируете, куда машина повернет. Вы не контролируете двигатель, но вы контролируете колеса. Понимаете? А вы можете контролировать число оборотов, вы можете поддать газу, вы можете нажать тормоз, вы контролируете скорость, но, пардон, вы не контролируете двигатель. Он будет работать сам по себе. И то же самое с предопределением. Есть вещи, которые Бог просто предузнал, что они будут, и Он может сделать, чтобы они не случились в отношении некоторых вещей, и может позволить некоторым вещам, чтобы они не случились. Потому что в отношении меня Бог предузнал, что я мог бы закончить в аду. И Он сделал так, чтобы это не случилось. Почему? Потому что Он предузнал, что в результате одного из вариантов, даже самого незначительного, я все-таки могу уверовать, он думал именно этот вариант. Понимаете, да? Поэтому, конечно, никакой человек никогда и ни при каких обстоятельствах не может Богу выкатить претензию, что Бог, Ты не сделал все для моего спасения. Бог, Ты не избрал меня для спасения. Потому что Бог всегда может ему показать эту схему и сказать, «Друг мой, я Тебя призывал? Призывал. Но как я мог Тебя призвать, окончательно, чтобы это призвание состоялось Тебе, как я мог Тебя избрать, если при любом из возможных раскладов развития Твоей жизни, как бы я ни вмешался, хоть бы я тут перед Тобой просто вот явился даже весь, ты бы все равно в меня не уверил». Все равно. Ну, как я Тебя мог бы спасти? Понимаете, да? То есть, это вот то, что, ну, кратко просто хотел с вами поделиться по поводу термина «предопределение». Конечно, это просто мы так чуть-чуть копнули, чтобы вы разбирались в терминах хотя бы немного. Потому что опять, вот так, чуть не забыл. Я сказал, что слово «предопределение» может иметь два значения, два смысла. Давайте эти смыслы быстренько разберем и закончим на этом. Так вот, почему слово «предопределение» может иметь два смысла? Потому что слово «определение» может иметь два смысла. Понимаете? Ну, слово «определение» — два смысла. Например, когда меня призвали служить вооруженные силы, меня призвали, ну, это вообще было без моей воли, меня просто призвали служить вооруженные силы, я думал, я попаду на Кубу, но меня определили во флот. Меня определили во флот. Кто меня определил во флот? Военком! Военком определил меня во флот. Напротив фамилии Синников он написал «Флот!» «Здравствуй, три года!» «Ага, лучше два года встречать, ура, чем три полундра!» «Ой, я бы не сказал!» «Ни на подводную лодку, нет?» «Не, не на подводную лодку, королевский черноморский». Так вот, меня определили, это произошло без моей воли, я ничего не сделал, но сделал кто-то, кто меня туда определил, понимаете? Он сделал определение, это было его определение, он меня так определил. Это первый смысл слова. Второй смысл. Ваш начальник говорит, какая температура за окном? Возьми градусник, выйди на улицу и определи, какая погода на улице. Вы берете градусник, выходите на улицу, и вы что делаете? Определяете, какая погода. Понимаете? Это второй смысл слова определения. Видите, эти два смысла, они разные. В первом случае, вы определяете какого-то человека, куда-то, допустим, да? Во втором случае, вы просто определяете тот факт, который уже есть за окном. Вы не определяете, какая будет погода, вы определяете, какая есть погода. Так вот, библейский смысл слова предопределения, к какому из этих двух относятся? К первому. Ко второму. Бог просто заранее определил, какая погода. Бог заранее определил, куда человек попадет. И в результате этого определения, основанного на предузнании, Бог призвал этих людей. Понимаете? То есть, допустим, у вас есть выбор, где провести, где провести выходные. Или где провести отпуск. Выбор. Таиланд, Карибы, Мальдивы, Северная Сибирь. Нет. Кариба. Да, то есть, вот где провести. И вы говорите, так, я хочу узнать, где будет лучшая погода в течение моего отпуска. Заранее хочу знать, где будет лучшая погода в течение моего отпуска. Так, Карибы, ураган. Все время отпуска ураган. Мальдивы. Все время отпуска землетрясения, извержения вулкана. Какое там? Таиланд. Все время отпуска гражданская война, кровопрогритие. Северная Сибирь. Все время отпуска плюс 25. И ни одного дождя. И все, и вообще все классно, и грибы по поясу. Да, и поедете. Да, вопрос. Куда вы поедете? Дома сидеть. Я поеду. Точно. Я поеду в Северную Сибирь, потому что там погода лучше, например. Я могу дома остаться, но я хочу поехать. Так вот, смотрите. Вы совершаете свой выбор на основании чего? Потому что вы предопределили, заранее определили, какая будет погода в каждом из этих мест через месяц, верно? Вот это и есть термин предопределения. Это не то, что так, я поеду в Северную Сибирь, и я предопределяю, то есть я назначаю, что в ней будет хорошая погода все это время. Остальные места назначат, что так тебе назначат изнутрясение, тебе назначат извержение вулкана. Так, ну а у тебя пускай будет гражданская война. Ну, Харистос так и делает. Нет. Это кальдонисты так делают. Так вот, смотрите, еще раз. Предопределение означает, что Бог заранее определил во втором смысле. Не в первом смысле, а в втором смысле Бог заранее определил просто, какая будет погода в душе человека. К чему человек придет? В результате действий или бездействия Бога. И Бог сделал конкретный выбор в отношении этого. В отношении предопределения, основанного на предузнании. Итак, мы говорим, что есть предопределение? Есть. Но основанием для предопределения является только абсолютно предузнание Бога. А предузнание Его продиктовано любовью и желанием спасти человека. Вопросы? Сколько предупредит людей вера в эти глави? Дев. Сколько? Сколько? Очень сложно. Да, Иисус сказал, что широк путь, который ведет в погибель, и многие идут им. Узкие врата, которые ведут жизнь вечную, и немногие находят здесь. То есть, если 10 миллиардов, то 5 миллиардов и 1 человек идет в рак? По крайней мере, 4. Это предопределено уже или как? Мы посчитали. Предопределено? Какой вопрос больше? Вот если все-таки Бог... У меня очень этот вопрос действительно много времени, ну как бы я о нем думала. Если Бог действительно знал вот об этом грехопадении, там кто из людей спасется, кто нет, для чего Он запускал вообще эту всю вселенную? Вот смотрите. Бог все это прекрасно знает. Знает, что человек грехопадет. Вот, зная, что будут все эти вот ужасы, концлагеря, войны всякие мировые, ядерные испытания, всякие катаклизмы, ураганы и прочее, прочее, прочее. Что все это будет результатом вот греха, который произойдет в той системе, которую Бог запустит, запустит, и Бог все равно выбирает ее запустить, знаете почему? Чтобы вы попали к Нему. И если вы будете один единственный человек со всего мира, который уверует в Него, Бог все равно запустил в эту систему. И раскаялся. Он ее запустил только ради тех, которые уверуют в Него. А как же те, которые не уверовали? Получается, это там один к десяти, допустим, один уверовал, а девять пошли в ад. Но альтернатива какая? Чтобы они не существовали вообще? Да. Так а что лучше, чтобы они не существовали вообще, или чтобы хотя бы один из десяти попал в рай? Чтобы вообще не существовали. Я думаю, что если спросить тех, которые попадут в рай, каждый из них скажет, что это лучшая альтернатива, чем если бы я не существовал вообще. Понимаете, да? Те, которые в раю. Те, которые в аду, они скажут, лучше бы Бог никогда мир не запускал, чтобы я тут не оказался. Да. Но Бог мир запускает не ради тех, которые в ад пойдут. Бог запускает мир ради тех, кто попадет к Нему и приведет вечно с Ним. И каждый из тех, которые и с Него, они скажут, благодарю Тебя, Бог, за то, что несмотря ни на что, Ты мир запустил, чтобы я мог быть здесь. Даже хотя это результировалось в том, что девять из десяти в аду. Да? Что я хочу спросить. Господь даровал нам, создал нас по подобию своему. То есть мы вольны выбирать. Либо, либо. Мы имеем выбор. Да. То есть мы не можем, чтобы Он за нас все делал. То есть уже не человек будет, а робот. Да. То есть, наверное, и надо было, чтобы Адам согрешил. Да, я об этом тоже рассказывал, если помните. Почему это произошло. Воля человека, как... У человеческой воли, даже у совершенного человека, каким было давным имен сотворение, есть определенная обреченность. В конечном итоге, эта воля, либо рада, либо поздно, когда-либо, она пойдет в разрез с волей Божьей. Просто в силу того, что человек не знает всей воли Божьей. Вот и все. I have a question. It's going to be in English. Давай. So, if God gave you the destination that you're going to hell, right? So, He already knew. Oh, He didn't give you. He pre-knew it. He pre-knew it. Okay. So, before... В итоге в конце, there's absolutely nothing you can do to change that fact. There's nothing you can do to change it that you're going to hell. Well, look at it this way. If God pre-knew that whatever choice, whatever influence He makes, whatever He does, you're still going to end in hell. So, God cannot change it, right? Yeah, but isn't it how to change it? God cannot change it. Well, no. That's what you said. Okay. He can't change it. You already agree with that. So, if God cannot change it, how you can change it? The Bible says we have until the very last breath. Yes. Yes, but still God knows. So, there's no changes. Look, look. So, destination is hell, и все. He calls us to the very last breath. He calls us to the very last breath. Even though He knows that after last breath, we're going to hell anyway. So, in that case, destination cannot be changed. But it doesn't mean that God will not try. You see? Look. If God cannot change your destination unless He acts forcefully, how can you change your destination without God? If you will not, if God knows that you will never accept Him, if God knows that you will never accept Christ, how can God change that? So, you're saying that part, yeah, I understand that, but you're saying, I can't be like, I can't change my destination, I can't be like, okay, I'm going to believe you in Jesus. You will know that God knows that God knows that that's the thing. So, you can't change your destination, so, you're going to hell, you're screwed. Well, if you could, God would provide you an opportunity. But you can't, for some reason. If you didn't, then you wouldn't. It's not could, if it's would. It's different. That's the part of the free will. Free will. To person choose whether they want to be with, they want to follow God or not. Well, here, there's no free will. You're basically going to hell if that's your destination. No, that's your free will. That's your free will. That's a free will. If God already knew you were going to murder something, then you're going to end up a murder. There's no way you can stop your destination. Look, I want to give you an example of Irod, when he took Peter and was in prison. Peter was in prison. And then the angel came and left him, he freed him. And when Irod came before the people, he said, he started to speak words, and the people cried, and the people cried, it's the words of God, it's not a person. And because Irod, he had a chance to praise God, but he didn't do it. He chose not to glorify God. That was his choice. And with that topic, I see God knew that he's not going to do it, but he's still involved in his life. But look, again, maybe you don't understand correctly the meaning of God intervenes. Может быть, неправильно понимает значение, когда я говорю, что Бог вмешивается. Когда я говорю, что Бог вмешивается в жизнь человека, это не означает, что Бог принимает решения вместо человека. Бог не принимает решения вместо человека никогда, потому что человек не робот. Он тебе дает ситуацию. Понимаете? Но Бог создает обстоятельства, которые могут повлиять на выбор человека. Он дает мудрый человек. Он дает мудрость, а друг на ком-человеке через жизнь. Бог дает обстоятельства, которые могут повлиять на жизнь человека. Может быть, Бог даст информацию какую-то, да? Или Бог что-нибудь там... поступать так или так. Можно два месяца писания, да? Давай. Я понял так, что Бог выбирает самое лучшее. Самое лучшее. Смотрите, Римлян 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с векомси, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, которая благая, угодная и совершенная. Аминь. И второй стих такой есть. Ивсянам, 3 глава, 20 стих. А тому, кто действующим в нас силой может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем мы помышляем, тому слава, где? В церкви, во Христе Иисусе, во Всеродо, ответы Давида. Аминь. Аминь. Я хочу сказать, что он правильно сказал, что все эти четыре, Бог всем помогает. Не одному, там две четыре, две три. А он сказал, всем Бог помогает. А, еще раз, посмотрите. Бог может в жизни каждого человека участвовать неограниченное число раз. Он имеет право. Вопрос, будет ли Он участвовать все эти разы? Нет. Бог будет участвовать только тогда и в тех случаях, когда Богу это угодно. Когда это по воле Его. Например, если Бог знает о человеке, что человек в итоге уверует. Вот тут вот, да? Бог знает о человеке, что человек уверует. И в результате уверования будет проем. то на протяжении всей его жизни, Бог будет хранить этого человека от смерти, пока этот человек, по крайней мере, не умер. И Бог про разбойника, который висел с Иисусом. Да, и про разбойника тоже. И никогда не произойдет, чтобы человек умер, человек, которого Бог предузнал, что этот человек уверует, никогда не произойдет, что этот человек умрет раньше, чем он уверует. Бог может сверхъестественно вмешаться в события, спасти его от неминуемой смерти, но это не означает, что Бог принимает решение вместо него. Бог сохраняет ему жизнь, чтобы человек в итоге мог принять решение. Я рассказывал уже, как это в моей жизни было, да? Знаете, помните, я рассказывал, как в моей жизни это было? Нет, расскажите. Нет, не, не. Знаете, что я был спасен еще до того, как я был рожден. Я рассказывал эту историю, нет? 1966 год. Все, и мы закручиваем. 1966 год. Лето, август. Жара в Алма-Ате. Моя мама беременная мною. На каком-то уже шестом месяце или что. Она беременная мною. Они решают поехать на высокогорное озеро Иссык. Высоко на Алма-Ате есть прекрасное озеро Иссык. С прозрачнейшей водой. Горячая там такая теплая минеральная вода. Иссык означает горячий по-казахски. Там глубокое озеро. Такая вода чистая, что с центра озера видно, что на дне происходит. Окруженная гора. Там прекрасная турбаза вокруг. Плавучий ресторан поплавок. Люди на лодочках. Ели там кедры всякие. То есть вообще прекраснейшее место. Решает, надо поехать. Собирается наша семья, семья соседей. Машину заводят с утра. Дед был шофером. У него такой был автобус. Он заводит этот автобус. Типа студебекеров еще. Знаете, старые такие. Он не заводится. То есть вчера все работало, все проверял, все классно. Дед шофер опытный. С утра не заводится и все. И что он только не делал, не заводится, не заводится и все. Он открывает, все нормально копается, не поймет куда. То ли искра, то ли насос, то ли что. Не знаю. Два часа покопался. Сказал, так все, никуда уже не едем. Захлопнул этот самый капот. Все, остались дома, никуда не поехали. В этот день высоко в горах лопнула мурена. Мурена это трещина в горах наполненная водой. Очень жарко было. Она переполнилась водой и она лопается. И миллионы тонн воды, смешанной с камнями, смешанной с деревьями, селью, рухнуло прямо в это озеро Иссык. Что бывает с чашкой, если вот в нее что-то уронить? Все выплескивается. И все это, все выплеснулось. И все люди, которые там были, это просто была каша, это был фарш из людей. Ресторан на плавок катился несколько километров вниз. И люди в нем просто фарш превратились. Их размазывал по стенкам, там ничего не осталось. Вот. Погибло около 30 тысяч человек. Я был в этой долине потом, я по ней прошелся. Там вот идешь, и вот на скале фотография. Где кого нашли останки? Там фотография, имя. Фотография, имя, фотография. Вот вся долина такая. Ты не был ты там в этом месте? Не ходил? Это ужасное место. Это просто долина смерти так называется, понимаете? То есть, множество людей там погибло. Вот. Еще несколько месяцев потом их трупы находили в лесу, там, съеденных волками, которые разбежались там в купальниках в одних, понимаете? Вот. Но. Бог знал. Бог предузнал, что я уверую в Него. Бог предузнал, что я спасусь, и я буду служить Ему. И что Бог сделал? Поставил палец, а машина не завелась. Просто. Веда от Бога. Так вот, смотрите. Бог. Бог не принимал вместо меня решения, чтобы я уверовал. Но Бог знал, что при определенном развитии событий, если Бог здесь палец поставит, тут пинка отдаст. То есть, что-то сделает такое, то в конце концов я уверую. Бог сохранил мою жизнь в этом случае. И в других случаях, я не знаю, но раз 50, наверное, Бог сохранял мою жизнь, чтобы я был очень буйный. Мне смерть кратила со всех сторон, даже снизу. И даже изнутри. Вообще просто, понимаете, какой я был. И Бог сохранял мою жизнь, чтобы я уверовал. И потом, когда я уверовал, Бог чудесным образом продолжает сохранять мою жизнь, чтобы я Ему служил. Это потому, что Вы служили. А вот есть, допустим, люди, которые только перед смертью, допустим, вот как год назад, когда вот этот гей-клуб расстреливали, сказали, что много людей за пять минут до смерти покаялось. И они как раз таки, вот все, кто покаялись, они все и погибли. Потому что, возможно, при другом стечении обстоятельств, они бы просто не попали. А Бог дал им шанс. Разбойник отвести? У одного один выбор, а другого другой. Так, нам уже заканчивают. Да, последний вопрос. Я долго тяну, но тут без выбора дают. Знаю я одного тезку вашего, к которому пришел Господь, и он в него поверил. Это Павел. И еще хочу. Джон Маккартур, он кальвинист. Я думаю, если бы он рядом стал, было бы дискуссии намного интереснее и больше. Поэтому не надо принимать либо одну сторону, либо вторую. Не взвесить все. То есть, лояльно к этому относиться, это не обратная сторона. Очень уважаю Джона Маккартура. Очень приветствую многие его взгляды, разработки. Не совсем согласен. Все люди не совсем не согласен. Например, вот я не пятипунктник, как он. Кальвинист пятипунктник, я нет. Но, тем не менее, сильно уважаю этого человека за его ивангульскую позицию консервативную. Молодец. И верит он во Христа, и все нормально. Все, помолимся? Да. Брат Иосиф, помолись за нас грешников, пожалуйста.